Она принесла бы кому-нибудь большую радость и, главное, пользу. В нашу редакцию обратились неравнодушные жители девятиэтажки 11-25 в Новом Городе. В их доме с 2013 года пустует квартира, в которой некогда жил пожилой мужчина. Но вот уже около четырех лет жилье простаивает просто без дела, а возможно оно могло бы кому-то помочь обрести новую нормальную жизнь под своей крышей над головой. В редакцию нашего канала часто обращаются люди, отчаявшиеся бороться за нормальную жизнь. Так, в прошлый вторник мы показали сюжет о пожилой челнинке Альфея Галеевой, которая на протяжении почти двух десятков лет не может получить квартиру. Хотя последней ей полагается по федеральному закону о реабилитации жертв политических репрессий, а также в связи с тяжелой болезнью, причем вне очереди. Квартиру я не могу получать, понимаете? У меня такие сильные есть документы, я быстро получать должна, конечно. И это тоже уже в силу вошел, а сейчас уже 16-й год. Подобная ситуация, но уже с подполковником в отставке, служившим на Камчатке, на Сахалине и в Афганистане Виктором Моткиным. Инвалид первой группы вместе с супругой ютится в комнате общежития на 11-м этаже, в то время как лифт безнадежно сломан. Ребята помогают, коляской сюда завозим, а дальше поднимаем его и садим на стол. Моем один раз в неделю. Виктор Моткин, вот, мне, знаете, до слез стало обидно человеку. Он проживает в общежитии, почему бы не отдать эту квартиру пустую им. Хорошая квартира на первом этаже, пандусы у нас выход с той стороны есть. Так, бывшая старшая по дому 11-25 Людмила Зонина рассказала, что хозяин квартиры умер, а наследники так и не объявились. Он говорил, что никого у меня, родственников нету. Он был инвалид по сердцу. Вызвал скорую ночью, где-то 8 июня 2013 года. И в СМП умер. Искали, и родственников никого нету, его похоронили как бомжа. Несмотря на смерть хозяина, квартиру заваливают письма, вызывающие его то в суд из-за задолженности, то еще куда. Но не только письма. На протяжении трех лет на этот адрес приходили счета за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, копился долг и вырос до 57 тысяч рублей. И только благодаря жителям этого подъезда, которые обратились в ЖЭК, счета, наконец, перестали поступать. Жители волнуют и то, что за закрытой дверью может произойти ЧП, а доступа нет. Например, прорвет трубу или замкнет проводку. Поэтому данной однокомнатной квартире нужно срочно найти хозяина, считают жильцы. Но кто и как может распоряжаться ее судьбой? С таким вопросом мы обратились к экспертам регистрационной палаты города. В случае отсутствия наследников, имущество умершего признается вымороченным. Вымороченное имущество переходит в собственность, если это является в данном случае жилое помещение, переходит в собственность муниципалитета и поступает в социальный фонд. И в дальнейшем эта квартира уже участвует в различных социальных программах. А в исполкоме нам пояснили, что если квартира пустует, то это не значит, что ее в итоге никто не наследует. И в целом информация эта носит конфиденциальный характер. Вот эта квартира стоит в неведении уже четвертый год. Мы обращались в управляющую компанию, мы обращались в мэрию, когда здесь собрание было, в феврале месяце проводили очередные собрания. Они, конечно, глаза вот такие широкие сделали, как это так. Обращаюсь именно к мэру города, Наил Гамбарович, пожалуйста, посодействуйте. К слову, если все-таки это жилье окажется выморочным и перейдет муниципалитету, оно будет направлено в фонд соцпрограмм, по которым на такие квартиры претендуют как раз военнослужащие, чернобыльцы, ветераны Великой Отечественной войны, молодые семьи и другие нуждающиеся. Но исключительно в порядке очереди.